Уже скоро Новый Год и я решил порадовать вас новым контентом и офигенным розыгрышем. Так, как вы уже догадались, я смог позволить себе купить настоящую PlayStation 5 Slim, о которой я сначала расскажу, а потом разыграю. Условия будут в конце ролика. Но, если что, ты уже можешь написать в комментариях, почему ты хочешь выиграть эту замечательную консоль. Ну а перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить царский лайк, подписаться на канал и поставить чай, как обычно. Спасибо! Кстати, поскольку праздники уже на носу, это повод порадовать себя и своих близких. И это можно сделать в Технодеусе. Это давно всем известные ребята, которые продают консоли, ноутбуки, портативные устройства, смартфон, айфон и прочие гаджеты. Приятные цены, большой выбор, поэтому к Новому Году можно взять что-то себе и родным. Помимо всего, у них есть доставка по всей России, шоурум в Москве, ну а также на все девайсы предоставляют гарантию на целый год. А еще по моему промоконду JumpMax вы сможете получить скидку в 1000 рублей на покупку PlayStation 5, PlayStation 5 Slim, Rock Eli, Steam Deck, Legion Go и, конечно же, Xbox. Поэтому, если себе хотел что-то приобрести, то переходи по ссылке в описании и покупай то, что тебе приглянулось. Начну с того, что эту замечательную консоль я купил всего лишь за 1500 рублей. Брал я ее из что на Азоне, а не на Али, чтобы мне ее быстрее доставили, поскольку мне не терпелось поскорее понять, насколько же она отличима от обычной PlayStation 5. Радости не было предела, поскольку одна PlayStation 5 это хорошо, а две PlayStation 5 еще лучше, тем более еще и слив. На мой взгляд, это отличное решение, особенно чтобы не покупать ту самую PlayStation Portal за 10 баксов, которая нахрен никому не нужна, ведь она создана для того, чтобы играть в другой комнате. И, соответственно, зачем брать такой огрызок, когда вы можете купить полноценную консоль, а еще купить на ту разницу нормальный телевизор. Визуально нас встречает вот такая вот коробочка, кстати, видимо, что-то тут брак, написано почему-то Game Station, а не Плэк 5, ну, как-то странно. Ну, видимо, просто бракованная партия коробок, и поэтому цена такая, но пофиг, нас интересует, что же там внутри. Исходя из размера коробки, я предвкушаю, что она будет крайне маленькая, и давайте глянем. Кстати, упаковка даже чем-то лучше, чем у Фатки. Да офигеть, посмотрите, какая она маленькая. Честно сказать, по первым впечатлениям, это просто отрыв башки, поскольку вместить в такой маленький корпус столько мощи, это очень круто. Конечно, понятное дело, что она все равно не будет сравнима с мощностью Xbox Series X, поскольку не забываем, что там целых 12 терафлопс и нераскрытый потенциал RDNA 2.1, между прочим. Но, в целом, Sony все равно за это респект. Чтобы вы понимали ее размер, вот так вот она выглядит по сравнению с Фаткой, и она настолько маленькая, что ее можно сунуть просто в карман, ну, в карман каких-нибудь там джогеров или там пуховика, но все равно офигеть. Инженеры Sony действительно постарались, что она даже меньше, чем Xbox Series S. В комплекте вот такая вот подставка, без нее, кстати, никуда, и в целом ее можно поставить без этой подставки, но с ней вертикально занимает еще меньше места на полке, это классно. Как вы уже заметили, у нее нету дисковода, но вроде как Slim-версия имеет возможность подключения, конечно, хер знает, как это вообще реализовать здесь, но пофиг. В наше время дисковод, мне кажется, не сильно-то и нужен. Что касаемо контроллеров, как всегда, прекрасное качество. Я, кстати, очень радуюсь, что геймпады теперь стали чисто проводными, ибо старое решение, в котором они всували свой отстойный аккумулятор, который держал всего лишь через 2 года около 5 часов, ну, прям такое себе. Тут тебе и более скоростное соединение, и больше не надо подзаряжать, все-таки провод это намного стабильнее. Не очень понятно, куда делись стики, видимо, Sony решила либо их не класть в комплект, либо придумать более удобный какой-то вид управления, хотя, блядь, а как в колду-то играть? Ааааа, точно, точно, я уже забыл. Activision the Blizzard теперь у майков, а значит колда скоро пропадет, и, соответственно, в новой версии не особо-то они нужны. Да, все, теперь логично, окей. Геймпады удобны, я даже отмечу, что намного лучше лежат в руке, чем классические от блоки 5, ну, те самые DualSense. Все функции на месте, гироскоп, адаптивные вибрации, в общем, тут Sony, опять же, молодцы. Единственное, убрали сенсорную панель, подсветку и микрофон, но, как по мне, для современных игр они оказались не нужны. Ну, нет, давайте серьезно. Часто ли вы смотрите на подсветку? Нет. Часто ли вы дуете в микрофон? Игр поддерживают сенсорную панель? Нет. Зато очень приятно было увидеть второй геймпад в комплекте, и тут Microsoft, учитесь. Два геймпада сразу, тут прям реально Sony, красавцы. В комплекте появился блок питания, и если же во времена Xbox One над этим смеялись, мол, что такое в 2013 году внешний блок питания, то в 2023 году у настоящего PS5 Slim тоже есть блок. Конечно, не такой большой, да, но, честно, это правильное решение, ибо если бы они это сделали прям внутри консоли, она не была бы настолько маленькой. Также, как вы видите, они не стали заморачиваться с HDMI кабелями, ибо класть в комплект HDMI 2.1 тоже не особо нужна, поскольку игр, выдающих 120 Гц и 4К разрешения, не так уж и много. И давайте теперь её попробуем включить. Так, блядь, а чё не работает-то? И она не работает! Пиздец. Блин, ну это, вот знаете, это просто Sony контора пи***цов. Не-не, видимо реально оказался брак, я, честно говоря, немножко расстроен, поскольку я никогда не сталкивался с подобным. И я реально несколько минут просто впадаю в депрессию. Я, как бы, хотел сделать классный ролик, хотел порадовать вас офигенным розыгрышем, да и качественный контент всё-таки снять. Короче, я решил её поменять и попытать свою счастье ещё раз. И теперь я заказал себе настоящую PS5 Ultra Slim. Ну, видимо, в тот раз мне реально подсунули подделку и даже не догадался, что она не настоящая, и бы выглядит как 100% оригинал. Не, ну реально, вы бы смогли бы отличить? Я лично нет, поэтому меня просто ввели в заблуждение. Ну, а теперь давайте глянем на настоящую PS5 Slim. Нифига себе! Вот это она настоящая мини-версия PlayStation. Продавец меня, кстати, уверовал в том, что тут настоящая 4К, есть режим 3D и всё точно будет классно. Вот тут я реально в шоке, как инженеры Sony могли впихнуть в неё всю мощь своего скоростного SSD. Вот именно эту консоль можно сунуть действительно в любой карман, даже её просто можно носить в руках, ибо она настолько лёгкая и маленькая, что ты её просто не замечаешь. После этого, я думаю, любой, кто хвалил габариты серии SS, может просто идти лесом. Вот это называется действительно маленькая консоль. Ещё, кстати, в белом эксклюзивном дизайне. В комплекте нас встречает уже два настоящих геймпада, а не те, как оказалось, подделки. Беспроводные, кстати. Вот это я прям понимаю качество. И батарейки, как у Xbox, и кнопки, как у Xbox. Нет, тут я не шучу, тут реально кнопки, как у Xbox. Геймпады работают от батареек, и это очень реально порадовало, поскольку это свобода выбора. Хочешь, ты купи аккумуляторные, хочешь, ты купи там простые батарейки. На ощупь, кстати, геймпады практически такие же. Тоже есть у вас все возможные фишки, даже новые дополнительные кнопки. И несмотря на то, что они тут есть, а именно микрофоны, гироскопы, и они тут не работают, очень классно то, что они здесь есть. Ну, а давайте же её включим. Кстати, отмечу, что здесь HDMI 2.1, чтобы обеспечить ультракачественное изображение. О, да! Теперь ты понимаешь, что перед тобой Next Gen. После включения меня ожидала очень приятная и удивительная функция, про которую вообще никто никогда не рассказывал. Поскольку подписочка Xbox Game Pass довольно-таки хорошо развивается, если что, её можно купить для Xbox у ребят из X Games, да. Sony тоже решила сделать что-то подобное, и в эту консоль она сразу же загрузила около 20 тысяч замечательных игр. И тут я просто обалдел. Такая щедрость, мало того, что эта консоль стоит всего лишь 2400 рублей, так ещё и 20 тысяч шедевров! Вы просто вдумайтесь! Конечно, здесь условие того, что список не меняется, но 20 тысяч игр вам хватит на долгие годы вперёд, и это факт. И ещё к тому, чтобы вы понимали, их можно скачивать прямо с интернета БЕСПЛАТНО! Я после этого даже не знаю, как Билли Боя дальше будут смотреть в сторону своего Xbox и подписки Game Pass, но это реально уровень. Чтобы вы понимали, Sony пошла ещё дальше в этой ультра настоящей PlayStation 5 Slim, сделала ещё и поддержку обратно совместимых игр от разных платформ, которые опять же можно скачать на флешку. Я опробовал несколько десятков игр, и хочу сказать, что все те, кто говорит, что на Sony одни игры в кустах, это неправда. Разнообразие здесь действительно зашкаливает, точно так же, как и качество самих проектов. И я даже скажу больше, что настоящая PlayStation 5 Slim даже лучше, чем Nintendo Switch! Конечно, у меня есть подозрение, что тут не настоящая 4К, но, как я говорил, я не особо любитель считать пиксель, я просто кайфовал от графона, геймплея и, конечно же, замечательного сюжета. Помимо этого, в настоящей PlayStation 5 Slim уже доступны все будущие экзот-инсомников. Ну, во-первых, все дополнения к Человек-пауку, и да, скорее всего, будет дополнение про Карнажа. Ну, а во-вторых, доступен даже Росомаха. Глядя на список, можно предположить, что будет вообще три дополнения. И попробовав это поиграть, честно говоря, я в шоке от качества. Чтоб вы понимали, помимо Росомахи даже есть игра про Иксменов, которая должна быть в 2030 году. Как вы видите, тут и Шторм, и Зверь, и Циклоп, и я не могу не нарадоваться такому подарку судьбы. И несмотря на то, что у меня сломалась первая фейк-консоль, вторая, настоящая, она дарит мне столько игр, что я за всю жизнь даже не переиграю. Это ульта. Просто это ульта. Делая вывод о ультра настоящей PlayStation 5 Slim, я хочу сказать, что Sony наконец-таки смогли сделать идеальную игровую консоль, которая будет актуальна еще долгие годы. Размер консоли, геймпады, это то, что нужно современному игроку, особенно тому, кто хотел сэкономить. С этой малюткой, где установлено 20 тысяч игр, ты сможешь убить реально много времени, а еще кайфануть от классики и годов лохматых. Да, наконец-то киноплоки завезли нормальную обратную совместимость. И глядя на это, я вижу идеальную игровую консоль, которую должен иметь каждый геймер. После того, как она у меня появилась, честно говоря, я просто забросил Xbox, ибо больше не вижу в нем смысла, поскольку, во-первых, у него нету столь классной обратной совместимости, он занимает куда больше места, игры идут у него хуже, да и самое главное, на нем нет моего любимого Человека-паука. А тут он есть. Ну и поскольку я мега успешен и популярен, а также у меня очень лояльная аудитория, которая всегда меня поддерживает, я решил разыграть эту столь замечательную консоль и все, что тебе потребуется для этого, ну, чтобы участвовать в розыгрыше. Так это поставить лайк на это видос, оставить комментарий, почему вы хотите получить именно этот приз, конечно же быть подписанным на канал и закинуть скрин вашего комментария под постом в наш телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в комментариях. В общем, ребят, я не могу не нарадоваться данной консоли, спасибо огромное вам за просмотр, я очень надеюсь, что вам понравился данный видеоролик, если это так, то обязательно пишите свое мнение, подписывайтесь на канал и спасибо еще раз за просмотр. До новых встреч, пока-пока. Продолжение следует...